Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Интервью». Хватит кошмарить бизнес проверками. Если раньше этот призыв чаще всего можно было услышать из уст самих предпринимателей, то теперь аналогичные позиции придерживаются и в главном надзорном органе страны. Сегодня в Генеральной прокуратуре прошло расширенное заседание коллегии. Жакип Асанов там даже напомнил своим подчиненным и всем остальным госслужащим, что они должны опекать бизнес, а не кошмарить его. Казалось бы, на высшем государственном уровне часто говорится о том, что предпринимателей нужно поддерживать, но пока еще ситуация, мягко говоря, далека от идеальной. Какая она на самом деле и когда во фразе «бизнесменов опекать нельзя кошмарить», знак припинания будет поставлен на нужном месте. Вот об этом мы сегодня и поговорим у нас в гостях, заместитель представителя правления у нас в палаты Республики Асана Томикен, Рустам Шурсунов. Рустам Монарбек, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Во-первых, разрешите нам поблагодарить вас за то, что вы открыли наши предложения, достаточно оперативно приняли решение принять участие сегодня у нас в программе. В начале основная тема у меня уже была обозначена. Ну а вот сегодня прошло расширение с коллеги генпрокуратуры, в которой вы принимали самое непосредственное активное участие. У нас действительно ситуация в стране, ну вот так, как говорилось сегодня. Можете вкратце такую общую нам картину сейчас охарактеризовать состояние бизнеса в части проверок и нагрузки на него, давления на него? Ну, в целом я хотел бы сказать, что сегодняшнее мероприятие, оно является результатом того форума, который прошел летом текущего года, также по инициативе генеральной прокуратуры, партии Нур-Этан и Атамикена. В рамках этого форума прокуратура по вопросам защиты предпринимательства, нами разработана дорожная карта, которая включает в себя пять направлений, 116 мероприятий. Это очень прагматичный документ, в которых включаются очень конкретные вещи. Это ревизия контрольно-назорных функций, это участие и гуманизация законодательства, это поощрение предпринимательства, это минимизация различных административных барьеров. И это тот документ, который сегодня мы как раз и обсуждали, и проводили промежуточные итоги работы. И тот факт, который лег в основу, это действительно серьезное ущемление интересов бизнеса, он подтвердился уже на фактах. И сегодня в рамках отчета заместителя генерального прокурората Ахмеджанова Марата Муратовича были приведены, вы знаете, конкретные факты. В целом я хотел сказать, что несмотря на усилия, которые предпринимает государство, и оно действительно очень кардинально, вот смотрите, с 2011 года лицензии, разрешений мы сократили на 72%. Если в 2011 году их было 1115, если мне не изменяет память, то порядка 800 лицензий разрешений сокращено, и это очень существенно. Второе, было введено критерии оценки риска, то есть исходя из системы управления рисками проводятся проверки. И действительно фактаж показывает, что общее количество проверок в республике сократилось. Мораторий опять же. Не то, что мораторий, это переход на иной качественный уровень. Что означает система управления риска? Это те качественные и количественные характеристики, при наступлении которых у госорганов возникает флажок красный, что да, с этим предпринимателем что-то не то. Либо поступают на него какие-то жалобы, либо информация, которая поступает в госорган, она не соответствует действительности. И это основание. И только благодаря этому мы сократили проверки на 45%, и это очень серьезный показатель. Но я хотел бы сказать, что и здесь большое задел. Ведь с принятием предпринимательского кодекса мы установили общий установленный порядок. Вы должны выявить эти риски. Вы должны зарегистрировать свою проверку в органах прокуратуры. Вы должны составить проверочный лист и после этого выходить. Но, к нашему большому сожалению, в общем порядке есть 25 исключений. И каждый госорган считает свою компетенцию исключительной. Мы сегодня предложили 9 таких видов проверок исключить. Но там доходят до очень даже комичных случаев. Например, проверка парковок, в которых есть специальные устройства, подлежат исключению из общего права. Причем ни в одном законодательном акте, ни у одного госоргана нет такой компетенции. Вы понимаете? То есть такие вещи. Вообще есть 132 сферы. Из них мы выявили 13, которые по сути дублируют себя. Их тоже нужно исключить. В этом плане ведется действительно очень серьезная работа. Но содержательно мы пошли немножко дальше и глубже. Ведь проверки это процесс. Мы пошли, исходя из того, какие требования установлены в законодательстве. Раньше говорилось, что во всех сферах таких требований порядка 18 тысяч. Мы начали изучать, смотреть их более 28 тысяч. Я вам хочу сказать, мы начали свою работу по оценке и анализу данных с требований санитарно-эпидемиологического контроля. Всего у нас порядка 68 СНИПов. В них содержится, по данным прокуратуры, 8 тысяч. По нашим данным порядка 10 тысяч требований. Причем это зачастую анархронизмы, которые пришли нам с советского времени. Ну, как, например, нельзя приготовить макароны по-флотски. Либо яйца нужно разбивать только металлическими ножами. Ну, здесь такие вещи. Исходя из этого, мы говорим, давайте сфокусируемся на одном принципе. Государственные требования должны касаться исключительно безопасности, жизни, здоровья потребителей. И мы с этим не спорим. Но все остальные вопросы давайте передавать на внутренний контроль, либо на саморегулирование. Бизнес сам должен себя оценивать. Составляются рейтинги, мишленовские звезды. И это качество. И здесь будет очень серьезная конкурентная борьба. Вот, для примера, мы проверили СНИП. И вот прогнали по требованиям, основанным на этом принципе. Из 134 требований по факту оказалось всего 70 или 52%. Вы понимаете? И если это будет установлено четко в проверочном листе, любой предприниматель будет понимать, что от него требуют. Там не будет кратковырок или каких-то отсылочных норм. Вот эта работа сейчас делается. Мы планируем совместно с МИНациэкономики. Я хотел бы отметить работу, потому что там есть экспертная группа. Это не делает Национальная палата, это совместно с участием прокуратуры, с участием органов, иных государственных органов. Экспертная группа работает. И результат будет в этом году Санэпидемнадзор, пожарная безопасность. В следующий год мы планируем технические регламенты, промышленная безопасность. И я думаю, что в декабре месяце, когда будет следующий форум либо коллегия, мы доложимся уже о конкретных результатах, которые будут выражены в изменении требований госорганов. То есть сейчас вы не просто выявляете совместно эти проблемы, но и, грубо говоря, передаете рекомендации для решения уже непосредственно госорганов. Естественно. А тогда для чего мы это все делаем? Мы абсолютно настроены на практические результаты, которые будут, и бизнес поймет, что облегчение пошло. Ну, кстати, бизнес, насколько часто к вам, я знаю, что они у нас в палату обращаются со своими проблемами. Вот какого характера, как правило, эти проблемы, когда говорится о давлении на бизнес, о сложностях в расширении, в развитии? Ну, в целом, за последние три года в палату поступило 13 564, ну, эта цифра всегда меняется, жалоб. Из них лидерами являются органы налоговой службы. Это порядка 13%. Порядка 13% также у нас возникают вопросы земельные отношения, ГАСК. Иногда споры между самими предпринимателями, вот сегодня мы как раз обсуждали ситуацию с седьмым континентом, тоже пытались урегулировать этот спор, по крайней мере, выступать в роли медиаторов. Это порядка 7%. В целом, если оценивать результат палаты, то по последним нашим данным положительного результата нам удалось достигнуть порядка 44%. Если в суммарном выражении оценивать прямых только убытков бизнеса, я не говорил о косвенных, нам удалось защитить порядка 40 миллиардов тенге. Кстати, на этой неделе мы тоже решили один большой спор, его стоимость где-то 10 миллиардов тенге. То есть работа идет и есть конкретные результаты. Сохраненные рабочие места, не обанкротившиеся предприятия. Мы сейчас говорили о проверках, которые проводят госорганы, несмотря на все имеющиеся ограничения. Я знаю, что есть такая законная форма проведения проверки, когда фискальные органы передают дело своим коллегам, те заводят уголовное дело, и на основании этого уголовного дела идет проверка. Есть ли какие-то у нас палаты предложения по исключению таких лазеек, когда обходятся все эти фильтры, все препоны, которые ставились для проведения проверок? Да, естественно. И вы знаете, есть уже такой практический результат. Количество таких проверок спустя форум, буквально за последние три месяца, упало более чем в два с половиной раза. Первое. Органы прокуратуры при передаче дел и возбуждении дел проводят оценку. И, естественно, если этот спор вытекает из заявлений госоргана, и если нет соответствующего акта проверки либо ревизии, это дело не возбуждается. И резкое сокращение дел пошло. Соответственно, прокуроры в этой связи смотрят и выступают неким фильтром, конечно, и говорят, ребята, а вы сходите на проверку. И количество таких направлений на проверку без возбуждения уголовного дела также увеличилось в три раза. Причем самое парадоксальное заключается в том, что документы, которые ушли на налоговую проверку, в большей своей части ничем не заканчиваются. И здесь есть различные основания полагать. Может быть, это и заявление самих госорганов вызвано с конкурентной борьбой. Я уверен, что и факты коррупции там есть. И в результате этого были внесены соответствующие изменения в инструкцию Генеральной прокуратуры. И Генеральная прокуратура, и Комитет правовой статистики, который осуществляет регистрацию всех проверок, очень внимательно сейчас начали отслеживать эту ситуацию. Есть конкретные результаты. Бизнес вздохнул. Хорошо. Еще один достаточно обширный блок вопросов, который обсуждается в стране уже не первый день, это лжепредпринимательство. В частности, именно тот случай, когда страдают добросовестные контрагенты, партнеры которых в последующем, после того, как была совершена сделка, через несколько лет объявляются лжепредпринимательством. В данном случае у нас в палате тоже есть, что предложить для решения вот этой вот ситуации, этой проблемы? Да, конечно. Но я в первую очередь хотел сказать, что эта проблема характерна в большей степени для постсоветских стран. Белоруссия, Украина, Россия до 2010 года. В 2010 году Россия поменяла свое законодательство. Для западных юрисдикций этой проблемы, ее нет в принципе. И мы были летом у Титова, Бориса Юрьевича, это амбудсман Российской Федерации, и мы обсуждали эти вопросы. Они нас не понимают, они говорят, у нас такой проблемы нет. Это анахронизм. И его необходимо выводить из ООНа уголовного кодекса. Иными словами, декриминализировать. Как институт. Что мы предлагаем взамен? Взамен этой статьи мы предлагаем, как во всем мире, установить формальный состав регистрации, незаконной регистрации юридического лица на подставное лицо, либо по подложным документам. Это доказывается очень просто. И после того, как будет установлен этот юридический факт, в отношении контрагентов будут проводиться простые налоговые проверки. И предприниматели не будут вовлечены в сферу уголовного преследования. Ведь почему идет вот это вот негодование бизнеса? Есть характерные примеры того же Александрова с Восточного Казахстана, который фактически принес ущерб государству более 12 миллиардов тенге, но не получил за это. 500 контрагентов пострадали. 500 контрагентов пострадали. Из них следователь допросил только 10. В суде ни одного не допросили. И, соответственно, заочно, когда человек даже не знает, что идут такие процессы, очень сложно доказать свою правоту. То же самое дело Минакова. 560 предпринимателей. Благодаря Генеральной прокуратуре внесены соответствующие протесты в Верховный суд. Данные дела пересмотрены и возвращены на новое рассмотрение. И все контрагенты будут опрошены в рамках этих дел. И будет проверено, была ли фактическая поставка товаров работы в суд или нет. И это правильно. Соответствующее нормативное постановление Верховный суд летом текущего года издал. Хорошо. Ну и сегодня на коллегии вы предложили... Так, нет, извините, режиссер подсказал, что у нас совсем не осталось времени. Последний вопрос. Вот у нас сегодня тема нашей программы. Бизнесменов опекать нельзя кошмарить. Когда знак припинания станет в нужном месте? Вы знаете, это же динамический баланс. Должна быть система сдержек и противовесов. Когда мы будем наказывать нерадивых чиновников, и они будут нести ответственность за неправомерные действия, тогда эта система сдержек и противовесов заработает. По итогам прошлого года к уголовной ответственности привлечен только один, кукурш чиновник. К административной два. Дисциплинарной восемь. Потому что законодательство имеет ограничения по срокам, и мы сегодня эти вопросы поднимали. То есть вместе с правами госслужащие должны также и нести ответственность за... Естественно, если вы делаете доначисление, то вы должны понимать, что какая-то мера ответственности у вас тоже есть. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Успехов вам в вашей работе и удачи. Большое спасибо вам, уважаемые телезрители. Я напоминаю, что у нас в гостях был заместитель представителя правления Наспалат Республика Санатамикен Рустам Шурсунов.